И снова всем привет и внезапно мы провожим 1,2,3 или 1,2,3 как уж. Ну ладно, но мне нравится мой пыложик 1,2,3 все-таки. И вы возможно сейчас испытываете какое-то чувство дежавю, кто давно на канале смотрит и ждет видео по данной рубрике, что B-29 где-то уже было. И это действительно так, это вторая игра, которую мы сделали с другом на флеше. Это была полностью его задумка, он начал ее реализовывать, потом позвал меня, чтобы я ему помог, и мы ее доделали и в конечном итоге даже продали. Вот, сейчас же я решил ее создать на Unity по причине того, что я прохожу курс как раз таки по Unity и по Sharp. То есть как бы вроде бы программировать умеем, но это знаете из разряда, что как бы во дворе ты тоже можешь драться, но если ты пойдешь куда-нибудь там на курсы, там на бокс, на какой-нибудь там карате, то тебя там научат драться лучше. В этом-то и самое подлядно, что учиться по каким-то таким туториалам это просто трэш, потому что как программировать плохо, я умею и сам, как говорится. А вот как это сделать хорошо, тут уж все-таки кто-то должен опытный. Ну и там были, соответственно, какие-то домашние задания, где гоняли чуть ли не за каждое имя переменные, за каждое имя функцию. Это, конечно, очень сильно бесило, но при этом я как бы из-за этого туда и пошел, чтобы показали, как не надо делать. И показали, как делать надо, вот что самое главное. И в конечном итоге было выпустить такой как бы итоговый проект, какую-нибудь мини-игру. Ну вот это, конечно, на мини-игру все-таки, оно, конечно, мини в плане играется, но я это писал где-то недели три, наверное. Не, конечно, что я там проснулся, ни свет, ни заря, я сел и там до ночи делал. Нет, я как бы отдыхал, все, ну три недели. При этом как бы арты были готовы. Пришлось, конечно, помучиться, чтобы их вытащить. Флэш, оказывается, умел уже в CS6, на которой я остановился в свое время, делать очень классные штуки, как спрайт-шиты. Сейчас мы что-нибудь откроем, я покажу где-нибудь вот в спрайтах. Например, например, например. Вот, есть у меня все, допустим, анимации полета. Это двигатели у босса, да? И он их красиво распихал. Несомнение, конечно, пришлось пивотеры оставить, где находятся. Тут не всегда было удобно. Соответственно, все эними, враги, где я просто все красиво так вот все в один лист сделал, запихнул, разрезал и использовал. Я боялся, что придется все самому это сделать. Плюс, самый главный плюс флэша в том, что там мы рисовали векторные. Поэтому, если портировать изначальные картинки, они получаются очень убоги. А если предварительно ты их растянешь раза в два, в три, то они растянутся красиво, потому что они векторные. И ты спокойно засунешь фалик побольше. Флэши это, конечно, прям огроменный плюс оказался. Так что флэшить я тебя до сих пор люблю. Вот. Плюс, опять же, многие флэш-мульты до сих пор рисуют именно на флэше. Не зря же они называются флэш-мульты. То есть, тот же бэтметал, он, насколько я знаю, рисовался именно тоже во флэше. То есть, использовать для игр сейчас, это, конечно, уже совсем плохо все должно быть с башкой. Но рисовать до сих пор одна из лучших в этом плане программ. Ну, и из минусов, конечно, именно тоже это векторность, потому что векторные картинки ждут очень много ресурсов на отрисовку. А эти самые картинки, пмвшки, битмапы, они все равно это быстрее как-то обрабатывают. В общем-то, я вот это меню уже добедел в последний момент. Я вообще не хотел этим заниматься, но я отдельно добавил. Давайте запущу, чтобы показать. Ну да, какое-то время немножко придется. Я его как бы не запускал после загрузки Unity. Еще он еще там не успел все проверить, все скрипты, плюс еще и Bandicam. Так, я... А, вот, запустилось. Музыку я, пожалуй, пока не буду включать. Вот. То есть я тут и звук сделал, что можно регулировать. Полный экран, выбор разрешения. Ну, тут это не работает, потому что это в этом... Как его зовут? В редакторе. Но все же. То есть, видите, даже написал авторов. Сделал туториал в фотошопе, потратил много времени, чтобы вот это все красиво сделать, насколько это возможно. Вот, и то немного что-то кнопка все-таки... А, нет, это нормально. Вот как играть, вот тут кнопку бы подвинуть-то надо бы, видите, немножко. Ну, это как бы хрен с ним. Так вот, я много чего исправил. Давайте эту покажу. Тут такая же карта, как там была, но единственное, у нас экран был квадратный. А тут пришлось, как бы, даже не 3х4, а уже 16х9, и поэтому пришлось переставлять менюшки немного. У нас тут есть улучшения, деньги, видите, так же нам вводишь, все написано. То, что дает. Единственное, вот, различие, что... Вот здесь у нас начально был таран, я это сделал на максимальное количество жизни и регенерацию. Потому что, если честно, я что-то так не хотелось долбаться и отлаживать удар от другого... Ну, от другого этот самый, от другого персонажа, так сказать, от врага. Поэтому, ну, так решил оставить, думаю, и так нормально. То есть, видите, тут тоже написано, и какая планета, время до зарядки. Это, конечно, все вручную пришлось вставить. Притом, название вот этих штук я просто взял из-за википедии и ближайшие экзопланеты. Прямо по списку практически. Ну, здесь там чуть местами поменял. Вот. Ну, и если, давайте вернемся в главное меню, я удалю все-таки сохранение, чтобы начать заново. Давайте дальше, наверное, все-таки, да расскажу, что я как примерно применял, а потом покажу, как это играется. Во-первых, у меня, я всегда как бы тоже использовал классы, наследования и так далее. Но здесь мне показали пару интересных фишек, которые я использую. То есть, у меня есть, допустим, базовый абстрактный класс, разрушаемый. Вот, у которого есть количество жизней, его максимальное количество жизней, бессмертный леон. Это пришлось на всякий случай добавить, чтобы в момент загрузки следующей локации, если ты выиграл, если у тебя там оставалось пару хп, чтобы тебе его не убили, твой корабль, твою станцию, чтобы ты смог спокойно пережить, раз то уже все, раз то уже конец уровня. Ну, это, во-первых, пока более логично, а это еще отсеивало, возможно, какие-нибудь баги непонятные, которые еще и сложно воспроизводить будет. Вот. То есть, есть абстрактные методы, которые нацедуемые классы заставляют их реализовывать. А это во время смерти, что будет происходить, на получение ущерба. Притом он скрытый. То, заметьте, протект, это значит, что только внутри класса это будет видно, и внутри наследуемых. То есть, кто наследует будет, а извне никто не будет видеть вот эту функцию. Сейчас расскажу, почему. И вот штуку, которую рассказали до этого, кстати, ее, конечно, по правилам нужно вниз перенести, вот сюда. Вот сюда. Как-то так, да. Это, грубо говоря, делегат, который... Функция. Или делегат. Как это правильно вам объяснить-то? В общем, смотрите, во время получения ущерба мы это самое... Мы вызываем... Мы проверяем, мы не бессмертность и бессмертность, мы просто возвращаемся, ничего не считаем. А потом передаем он тейк дэмэдж, вот этот вот, этот вот, что нам присылается, ущерб, уже в отдельную функцию, в которой мы можем уже по-разному рассчитывать урон. Допустим, у нас есть броня, допустим, у нас есть щиты. И для каждого это будет по-разному высчитываться. А при этом основа-то у нас есть одна. И у нас что? У нас мы просто показываем потом, как нам высчитывать ущерб. Дальше уже проверяется, если хп у нас меньше или равно нулю. Ну, значит, мы делаем бессмертный. Это тоже причина. Знаете, почему пришлось делать бессмертный, хотя он уже мертвый? Потому что, когда босс умирает, взрывается, в это время в него стреляешь, и он еще это самое. Вот это все происходит, опять же, дальше, потому что хп уменьшается. То есть, либо тут надо было водить из дэд, то есть, проверять, умер ли игрок или нет. Либо вот просто делать его. раз то, что есть бессмертность, то почему бы ее и не использовать повторно, правда? Вот. Мы делаем бессмертным, чтобы эта штука больше не обрабатывалась. И вот у нас есть функция, в которой мы... Как бы вам объяснить? Мы, допустим, у нас есть турель у босса, да? И она на этом боссе стоит, чтобы в момент... если взрывается босс, но еще стоит турель, нам ее тоже нужно взорвать. А для этого нам нужно отслеживать, жив ли босс. Мы могли бы в апдете каждый кадр проверять, и там типа живой, и того там толкать. Но это не очень красиво, во-первых. Во-вторых, это очень сильно захламляет. На самом деле, мне никогда не нравилось. А приходилось. Что делать? Теперь же, что мы делаем? Мы в момент создания просто турелью находим нашего... Тело нашего босса и подписываемся. Типа, это под событие. Типа, скажи, когда ты помрешь. И он умирает и отсылает. В данном случае, видите, не просто он говорит, что он умер, а еще отсылает самого себя свой геймобжект, что вот я умер, и конкретно кто. В данном случае для туреля это было неважно. Ему главным был сам факт уничтожения босса. Но в других местах это было важно, поэтому-то вот так. Зачем? Я тоже подумал, городить лишние функции, как бы, если мы просто этот геймобжект можем не использовать. И, соответственно, еще потом как раз абстрактная функция on-dead на умирание срабатывает дополнительно. То есть, видите, как все вроде бы хорошо и лаконично. И теперь, допустим, у нас есть его потомок, который наследует этот класс достроивал, который... У него, видите, добавляется пару новых функций, типа ну, сет сейф-систем, чтобы загнать скрипт, где есть система сохранения, что потом использовать. Потом есть ресет мани-реворт, это чтобы обнулить награду за его смерть. Допустим, если вот харвесер у нас с одной стороны до другой долетел, и ты его не успел взорвать, чтобы ему там можно было просто задать там take damage там 10 тысяч, и он получит ущерб, взорвется, но при этом награду тебе не начислить, чем... Не хотелось вводить какую-то дополнительную функцию, которая бы делала то же самое, по сути. И вот дальше идет как раз таки, смотрите, вот этот on-dead, который вызывается вот здесь, и которого у нас здесь нет, да, который нужно заставить человеку написать, который пытается наследоваться. Тут у нас получается, что у нас есть у нас эффект есть какой-то, да, то мы его воспроизводим, там эффект допустим взрыва или еще чего-то, то есть мы в любой, ну, любому врагу, который имеет такой класс аниме-дестрои был, есть, мы просто можем любой эффект закинуть, если он будет, мы воспроизведем взрыв, не будет, не воспроизведем, потом мы добавляем при смерти деньги игроку, опять же, если он куда-то улетает, да, допустим, то мы ресетим вначале, а потом, ну, добавляется деньги игроку, а там ноль, оно как бы ничего не сделается, да, и на всякий случай тоже это самое, чтобы не было повторных каких-то убийств, на всякий случай я сделал, что мы тоже ресетим, заплатили игроку один раз, все, и самоуничтожили в этот самый наш геймо уже, то есть, видите, и здесь у нас, соответственно, мы простым способом от хп отнимаем дэмэдж, потому что у них там никакой брони, ничего не предусмотрено было по сюжету, и теперь, допустим, берем какого-нибудь, сейчас, что-то там проверяем, что там строчку перенесу одного места на другой, вот, а какой-нибудь, какого-нибудь врага, который у нас, соответственно, с криптами, а вот, по сути, тут даже, а, ну, это шутер, Suicide, допустим, но вот это, кстати, можно было бы и убрать, наверное, на как бы я его и не убрал, ну-ка, подождите, тут на самом деле почистить, но можно было просто, да, у нас там больше ничего не используется, enemy, suicider, нет, он тут используется, почему, непонятно, на самом деле, а, я, наверное, просто его не удалил, не заменил, наверное, бомбера какого-нибудь, я поменял, да, вот, enemy destroyable, то есть, там, где, видите, даже, мне не нужно было изобретать, для бомберов, для, ну, элиминаторы, тут нужно было, своя логика, это ладно, объясню, это вообще просто, жесть, была, или вот, допустим, harvester, та же самая, логика, да, все, мы просто закинули, и готово, при этом, потом, при получении, там, полете пуль, мы можем проверять, есть ли, с тем, что мы столкнулись, именно вот этот скрипт, и, даже если она будет наследоваться дальше, от чего там, там, допустим, суть сайдер, который, по сути, то же самое делает, да, он наследуется у нас, от enemy destroyable, который только что показал, он все равно его даст, со всеми его свойствами, то есть, стало очень удобно, плюс, я создал слои, отдельные, где-то, 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 так, целая, отдельно слой враги, отдельный слой плеер, и отдельно, пули плеера, и пули врагов, мини мап, кстати, мини мап, вообще, я думал, с мини картой, придется долбаться, очень долго, в юните, это оказалось, делается, просто, там, за 10 минут, при условии, что, 7 из них, ты смотришь, туториал, на ютубе, от код манки, там, или от бреки, ну, по-моему, код манки, я взял, в этот раз, да, вот, и, соответственно, из-за того, что мы разделили по слоям, можно было сделать, что пули от врагов, не взаимодействуют с врагами, соответственно, это у нас физики, физик 2D, вот, то есть, видите, мы здесь сделали так, ну, и здесь у меня есть отдельная штука, чтобы, допустим, на боссах делать, турели, покажу как, и чтобы нельзя было в них влететь случайно, то есть, все на самом деле, вот, когда ты начинаешь узнать такие фишки, и разработка становится, ну, в разы быстрее, теперь, одна из самых веселых штук, это у нас была флокс, флок, это, как сказать, алгоритм рыбьей стаи, такой, я на самом деле про него слышал еще, как раз таки в 90-е, что там ученые, которые об этом думали, как это, как эти рыбы там, да, так хорошо стаями плавают, и врагов избегают, и при этом, как бы, такой стаи летают, так это делают, и чувак предложил три правила, простых, благодаря которым они, взаимодействуя, получается все так здорово, то есть он видит там ближайшего соседа, при этом старается, ну, держаться к нему достаточно близко, до какой-то степени, но при этом не слишком близко, все равно, немножко отталкиваться, если там есть, ну, есть шанс с кем-то столкнуться, и, соответственно, если какая-то будет, какой-то препятствия, он будет стараться выплывать, вот, я нашел, пару видосов, по флоксу, в том числе, у Себастьян Леги, или как он правильно, он прям, очень крутой чувак, там, такие штуки делает, вот, но его скрипт, мне не совсем подошел, его было сложно, вот, мои реалии подогнать, нашел другого, взял, переделал, и, ну, получилось на саду, достаточно много, если честно, во-первых, сам по себе скрипт, очень большой, плюс, хотелось бы места них оптимизировать, но, блин, это, ну, нереально, во-первых, смотрите, у нас, как выглядит, кохижин, по-моему, чтобы не сталкиваться с кем-то, а потом, выстраивание, ну, как-то это, чтобы они в одну сторону постарались плыть, то есть, они как-то в одну, стараются выровняться, препятствия, и при этом, они очень похожи, но разделить их, ну, нереально, ну, как-то сделать, как-то вот, такой рефакторинг, чтобы все это было очень красиво, к сожалению, не получается, вот опять эта херня, там, в один момент, почему-то, у меня случился казус, и теперь он везде, вот, он дописывает, надо еще поискать, еще где-нибудь херня будет, она как бы ни на что не влияет, но это, а, вот, а еще где-то, какого хрена, и когда я ее реализовал, пришлось, конечно, помудиться тут, с разными параметрами, сейчас он тут скомпилирует, я выберу флокс, флок, так, теперь вопрос, где он у меня, я его что-то не вижу, он у меня просто как флок, просто вот так, флок элиминатор, вот он и есть, есть отдельный элиминатор, да, все правильно, у него есть как раз такие разные параметры воздействия, так сказать, вес, то есть выравнивание с какой-то силой, уклонение с какой-то силой, вот эти все параметры, приходилось, вот, гонять вручную, и когда я один раз сделал все хорошо, показал, начал что-то править, вот это все слетело к хрена, и мне пришлось заново их делать, потому что тут одну переменную меняешь, и очень сильно все может измениться так, что оно все не работает, но, то, что получилось, я просто вот, очень доволен, потому что элиминаторы, это самые отвратительные, вообще враги, наверное, которые я когда-либо встречал в видеоиграх, вот честно, во всяком случае, тех, которые делал я, это вот они, изначально, так как я думал, раз они будут уклоняться, от, там, астероидов, и так далее, от игрока, то, наверное, было бы клево, что они там будут тут, в ракетницу выпустил, они так раз, красиво, разлетелись, хрен там, они разлетаются, даже от пулеметных выстрелов, и при этом, очень хорошо уклоняются, нужно практически вплотную к ним подлетать, чтобы их вынести, а изначально, лазер у тебя достаточно слабый, это плазменная, точнее, пушка, и нужно 4 выстрела, а потом, когда ты улучшаешь, уже 3, вот, ну, это просто, конечно, от духа, и, ну, конечно, от самонаводящейся ракеты, не хреново уклоняются, потому что ракеты, все-таки, летят быстрее, во всем остальном, это, конечно, прекрасно, а, потом, уровни, есть такая вещь, как Scriptable Audit, и я вот их использовал, то есть, просто генерирую, выбираю, какие будут у нас, враги на волне, выбираю, нужно ли, чтобы дожидаться, что пока ты этих врагов, не уничтожишь, новых не пускать, и, себе еще дополнительно, ввел, сколько времени, уйдет на уровень, то есть, он просто просчитывает, и, сколько денег, максимум, может дать, из того, что вот есть, из этих волн, и это, достаточно, мне помогло, слегка, чуть проще, но, все равно, конечно, пришлось, погеморройничать, это выставить цены, в магазине, вот, и, к десятому, последнему уровню, у меня получилось, что, в принципе, можно купить все, хотя, пару Харвесеров, желательно, все-таки, во время игры, завалить, думал, ввести, еще, попытаться, на мобилке, но, поиграв, и понял, что это, ну, наверное, будет очень сложно, реализовать, в плане того, что очень, ну, маленькое, все будет, ну, из такого, наверное, как бы, и все, то есть, код получился, в этот раз, очень хороший, мне нравится, конечно, вот, еще, смотрят, и заставляют, много поменять, мне не все нравится, из того, что заставляют, поменять, плюс-минус, все, ну, намного лучше, и намного стало, более расширяемое, расширяемое, то есть, врагов легко теперь добавлять новых, и используя просто старые скрипты, как-то, ты в этом не запутываешься, все очень логично, тебе нужно узнать, что враг умеет, вот, как раз таки, да, вот, спаунер, если видит эту галочку, он где-то себе запоминает, и подписывается на врага, на события, на ондет, и когда к нему возвращается сообщение, я умер, и говорит, что вот я это, вот этот вот геймомжик, он находит себя в листе, и удаляет, а потом просто проверяет, если лист 0, значит, всех убил, значит, можно двигаться дальше, это прям, ну, очень удобно стало, мне не нужно, вот это как-то, отслеживать, точно ли он умер, там, раньше у меня в апдейте, где-нибудь был, где лист прогоняется, и проверяется, где-нибудь там, какой-нибудь, из этих, значение стало, нулом, то есть, его там, пусто, ничего нету, или не стало, если стало, мы удаляем этот нул, чтобы его там, случайно не использовать, да, случайно, допустим, там, не сказать ему, там, двигайся, или еще что-то, или как-то, пытаться к нему обратиться, а его уже не существует, вот, соответственно, сейчас покажу, кстати, вот, с боссами, с боссами, что пришлось чуть, придумать, боссы, 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 вот, начнем с первого босса, open prefab, и вот, смотрите, у нас есть, иконка, минимап, которая, видите, даже мне лень было, просто переименовать, просто кружочек, можно купить, картиночку, иконочку, нужного цвета, вот, и она на слой, минимап, а камера у нас, которая движется, за другом, она, она, отрисовывает все, эти самые слои, кроме, минимапа, соответственно, вот эта кружочка поверх, она не видит, а другая камера, она, показывает, вот это самое, ничего не ловит, кроме вот этих кружочков, и все это напишет, в текстуру, которая уже потом, отображается на мини-карте, и получается, все очень быстро, то есть, ты в любой, вот так вот, ты сделал, получается, эту штуку, и все, ты дальше, из кода вообще не будешь, и ты просто берешь, и кружочек такой, добавляешь, сделаешь, минимап, и все, это просто, вот, замечательно, в этом плане, конечно, меня Unity порадовало, потому что, во Flash, я помню, там, каждый объект, еще дополнительно, мы получаем, мы это самое, где-то высчитываем, его координаты, потом, делим, чтобы, вот эти пропорции, там, уложиться, то есть, кеморой тут еще, а тут, прям, все очень быстро, вот, и, у босса, есть, как раз, а, у этого, кстати, нету, значит, есть, у третьего, у второго, есть, точно, насколько я помню, минимап, да, у него, есть, один, вот этот, видите, коллайдер, чтобы, вот в эти вот штуки, ты мог попасть, стреляя по турелям, ты попадал в турели, если ты, вот, под нужным углом, а если ты пытаешься влететь сам, то вот эта штука, она блокирует тебя, но не блокирует твое поле, вот тем самым нельзя залететь, у этого босса, и, как видите, вот этот босс, второй, он, немножко изменился, раньше у него было просто, три или четыре, по-моему, таких вот, щита, у которых где-то половину, все возможные, простреливаемые области, отнимало, вот, теперь они полностью застроены, еще и через одну, это пушки, которые долбят, дай боже, притом, все вот эти пулеметные пушки, это лазерные, вот, каждую пушку в отдельности можно, соответственно, уничтожить, тогда будет, и те, дополнительная денюжка, но, в общем, в списке, когда я отлаживал, я не считал, вот эти вот пушки, потому что это, ну, вдруг ты, все-таки их не убьешь, поэтому надо как-то от этого отталкиваться, а если убьешь, молодец, чуть быстрее, получше кому-то в голове, ладно, думаю, так или иначе, блин, я уже на 30 минут наговорил, охренеть просто, показать же, как выглядит игра, и да, там ссылка, где-нибудь в этом, в описании, будет, на, разбилденную версию, притом, для винды, и для мака, там уже выбирайте сами, можно было и для WebGL, но, к сожалению, WebGL с компанией запускается, нужно там виртуальный сервер создавать, и так далее, а сайта у меня никакого нету, где можно было бы это выложить, вот, ну что, тогда, давайте вам запущу, покажу пару уровней, покажу, как весело боссы работают, они теперь изменились, и да, получается, еще я убрал, эти самые бустеры, всякие, то есть, там, восстановление жизней, потом, что там, усиление ущерба, и так далее, быстрое восстановление энергии, теперь все достаточно так, хардкорненько, так, улучшения у нас все сбросились, да, все, кроме этого, плазменной пушки, потому что, изначально она уже есть, а, подо, да, подождите, кое-что надо поправить, так, а, ты, 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 плеер дата, вот так, потому что денег должно быть ноль, звуки музыкой пришлось подолбаться, чтобы вытащить оттуда, а, еще был выпилен, экран сюжетом, потому что, потому, потому что у меня, в моей версии флеш, его не было, выдергивать, из конкретгейта, не получилось флешку скачать, нормально, так, все, играть, так, улучшение, все, 0, денег 0, начать, управление, такое же, как и было, каноническое, только там, все-таки, а, всд, еще было присутствовать, а, я, все-таки, убрал, возможность, всд, потому что, мне показалось, это слишком легко, станут сыграть, хотя, возможно, можно было бы, все-таки, добавить, но, тут есть кнопочка, F1, которая, делает тебя, бессмертным, это уже, для тех, кто, как бы, совсем тяжело будет, ну, именно, в этом уровне, 1, 2, 3, отключается, также оружием, так, транспортники, транспортники, это, тут очень, гадкие, товарищи, тоже, притом, они пока летят, они нормально, потом, когда, они, ты в зоне их действия, они, выпускают, кабикац, начинают, так, стоп, а, вот, тут, что-то, какая-то фигня, а, да, 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 это, я это не исправил, тык, 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 он должен отсылать, да, сейчас будем, править, в прямом эфире, так сказать, так, у нас, у нас, у нас есть, транспортники, транспорт, и где-то, он достает, а, блин, шутер, шутер, ему, при создании, он должен, отсылать, наш, этот самый, так, а, знаете, что мы сделаем, мы сейчас сделаем еще проще, достроебл, так, нет, он, enemy, destroyable, и, или нет, все-таки, это не совсем корректно, нам нужно все-таки, как-то передавать ему, ладно, давайте я здесь делаю, костыль, пока небольшой, money, больше, ну, я, я переделывал систему, сохранений, и, всем врагам, при создании, удается, деливает, скрипт, сохран, этот самый, системы, сохранений, куда он передает деньги, а в конце уровня, если ты проходишь, он их сохраняет, тогда, вот, а, транспортники, создают камикадзе, поэтому, и не передают им этого, и в этом, короче, косяк, но, но, те, которые создаются камикадзе, они, ноль денег, насколько я помню, имеют, чтобы нельзя было на них фармиться, и поэтому, мы просто сейчас так вот, это сделаем, простенько, но, потом я сяду исправно, так, 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 давайте сразу перейдем, в игровую, сцену, потом, кстати, вот, я сделаю, чтобы у каждого врага был свой цвет на радаре, это очень помогает выяснить, где особо опасные враги, и хочу вам показать, что эти астероиды теперь тоже ломаются, правда, очень крепенькие они, вот эту ошибку внизу не смотрите, то, что постоянно возникает, это, косяк, косяк этой версии Unity, она почему-то с системой эффектов, с партиклами, и с лайн-рендерером вместе не дружат, не знаю почему, поэтому возникает, тогда я штука, а у базы, но и то, и то, сразу, так, блин, это не помогло, а то есть у него денег, у них все-таки денег больше, чем ноль, да, херован, херован, то есть у них почему-то есть какие-то банки, хе-хе-хе, так, давайте 5 минут на паузу, я доделаю, ну, вроде заработало, и вот мы как раз таки, добрались до наших товарищей, смотрите, попасть по ним, достаточно сложно, хе-хе, хотя вот умудрился, вот издалека попасть по ним очень сложно, если вот совсем их, ой-ой-ой-ой, тут камикадзе на всю летят, бьют они не очень сильно, но при этом, так, а им похоже тоже не выдается, хе-хе, да, им тоже не выдается почему-то это дело, но хрен с ним, они не такие страшные, мы добьем, думаю, этот уровень, и еще 5 минут потратим, так, а вот и хорошая сторона, вот их надо бы ловить, я не пнул, хрен сера тоже не, да, что ж такое, я же все вроде проверял, ладно, придется выдать себе 10 тысяч снова, чтобы показать, все более веселое, ну давайте покажу вам заставку, как выглядит, вот, видите, такой эффектик теперь, красивый прям, весь из себя, хе-хе, 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 да, но в той версии не исправлены, как раз таки, что выложено, там, до вмешательства в систему сохранений, которые, видите ли, не нравится им, что он синглантон был сделан, зато, блин, все в одном месте, я не знаю, это не использую, то не использую, блин, подопридумывать штук прикольных, а потом использовать нельзя, ладно, в главное меню, сейчас мы себе выдам 10 тысяч денег, чтобы все эти апгрейды поставить, чтобы все показать, так, ну, вроде и поправил, там, много чего, забыл, не туда, закинул, и так, ладно, второй уровень, я себе наколдовал, немножко денежек, смотрите, как вам подсказочка, плазменную пушку, жательно сразу делать, потому что, она основное, щиты станции, желательно, хотя бы минимальные, плазменная, лазерная пушка, на станции, неплохо было бы иметь, увеличение, зоны, и скорости зарядки, тоже хорошо, емкости, хорошо, но не сильно критично, потом, желательно, конечно, ракеты и лазер, при том, ракеты, первого уровня, не сильно, хорош, они будут лететь по прямой, а вот, второго уровня, будут самонаводящиеся, то есть, они вообще будут, прям, топовые, вот, ну, и лазер возьмем, наверное, и, и все-таки, еще поле, но, так, и, и, ну, давайте, больше полет, наверно, и, что бы еще взять, и, еще полет, вот так, я просто 10 раз прошел, мне уже не так интересно будет, и давайте, а, во-первых, тестируем данные, исправить, и, начнем, но, не буду вам показывать, то, что есть, оно хотя можно показать, как чуть-чуть работает, например, лазер, и, вот, хорошо будет, как раз, показать на, вот, вот так вот, наверное, видите, он, эффекты, красиво идет, там, станция сама, сейчас, справится, мелкими, мы пока, займемся, а, вот, видите, красиво, разлетелся, типа, так, у меня, патроны, кончились, просто, с ракетами, можем делать, вот так, видите, она тоже, на карте, отображается, правая клавиша, тормоз, так, что, если вы летите, то, можно делать, вообще, может быть, даже, ей щербы, надо было поменьше, тетей лазером, херачит, лазер, конечно, жутко дорогой, но, плюс, конечно, в том, что, вот так вот, пробивает хорошо, и, в опытных руках, конечно, можно прям, выдавать финты, ладно, я тут, добавил магическую клавишу, так, третий уровень, тоже, в принципе, тут нас, уже полегче будет играть с теми апгрейдами, которые вы получите к этому времени, но местами все равно, тяжело так, вот, в оригинале, в этом уровне, уже был босс, но я его перенес, первого босса, на четвертый уровень, чтобы немножко, все-таки, успеть подкопить, видите, даже время прыжка, неизвестно, типа, шутка, и музон тот самый, самый крутой музон, смотрите, какая большая, розовенькая, штучка, прямо-таки, мое почтение, и вот она делает, такую отвратительную, штуку, во-первых, иди, как херачат, этим лазером, там, да, я вот думаю, до сих пор, показать вам, босса или нет, третьего, потому что, у него там, со своими особенностями, наверное, покажу, но не расскажу, одни способы, как можно, так сказать, взаимодействовать с ним, а, блин, босс тоже не выдает, врагам, систему сохранения, ладно, это сейчас заработает, а не критично, ну, а после, это еще и лазеры зависли, ну, шикарно, а турели, турели, это тоже, наверное, не, так, надо турели проверить, потому что, турели тоже, возможно, в общем, если близко подлетаешь, он тебе очень быстро сжигает, турели у меня тоже, к сожалению, не сделал, ну, ладно, там, с турелями это несложно, так, это, в принципе, наш единственный босс, который создает, такие вот, засранцев, смотрите, как красиво они летают, прямо такие, кстати, как вблизи они будут, с ракетницей, ну, стараются, но, ракетницей, быстрее, плюс, конечно, лазером хорошо, потолк крепить, в оригинале, кстати, нельзя было отдалять, приближать, давайте, давайте, перейдем сразу к шестому уровню, посмотрим, покажу вам, как изменился второй босс, и битва с ними, с ним, так, я заодно там все баги поправил, надеюсь, сейчас мы проверим, насколько хорошо пушки будут ломаться, кстати, время теперь, по-моему, нормально тоже обрабатывать, стоять, чуть менял, полетим, посмотрим, он радостно будет нас пытаться, этот босс не такой опасный, на самом деле, как первый, если слишком близко не подойти, подходить, использовать эту штуку, потому что по базе он не шныряет, поэтому если держаться в противоположной стороне, то не так страшно будет, вот этого босса мы, убьем, посмотрите, хоть как взрывается, тут можно еще, вот видите, если достаточно близко подлететь, тогда он уже начинает херачить, но, все, смотрите, все ломается, отлично, хотя в данном случае, лазером очень, прям хорошо он будет биться, потому что он пролетает насквозь, бьет и вот эту штуку, и все эти самые турели, которые тут есть, все, все, все защитные штуки отвалились, правда ошибки раздражают очень сильно, блин, с той версии, что сейчас справить нельзя, не знаю, может быть, 2000, на 20-й, все нормально стало, только где там еще хп, товарищи, давайте подкопим, потому что сучу лазер достаточно мощный, как и ракетница, хотя можно даже без ракетницы, сирачить, отлично, как красиво получилось, так, ну и что, на третьего босса, не буду вам показывать в уровне, какие они веселые, сами поиграйте, сами посмотрите, если вы еще и запишите видео, и кинете в этот самый, в комментарии, я вообще буду просто счастлив, если вы умудритесь пройти всю игру, а если не умудритесь, просто свои эти мучения, с комментариями, это тоже неплохо, и так, чем веселости стоит нового босса, смотрите, с какой скоростью он летит, во-первых, эти штуки ему можно отбить, да, тоже, чтобы он медленнее летал, но главная штука, что это был вот этот лазер, который сжигает сотни энергии за раз, поэтому, чем быстрее вы подсоедините ему вот эти штуки, тем больше шансов, что вы продержитесь, поэтому не забывайте, что надо энергию накапливать, перед тем, как он прилетит, иначе все это очень плохо для вас закончится, для вашей базы, так, а вот тут какая-то бага, похоже, с преобразованием, и если она в старой версии, вот это вопрос, хотя должна быть, наверное, придется вам все-таки эту версию давать, там есть какие-то проблемы, что изначально у меня были хпшка в виде имтов, а потом я понял, что не совсем удобно потом ее восстанавливать, либо отнимать, ладно, печальненько, надо будет это дело посмотреть, перед тем, как вам новую версию залить, так, это отнимается нормально, и лазер, притом, не всегда, почему-то нормально тоже отнимает, ну-ка, давай, я понял, тут все нормально, просто, видимо, вот эта штука не получает, этот самый, не подписывается на изменения, почему-то, ну окей, это я сейчас поправлю, не проблема, а так она вот реально, вот столько вам хп, все и сожрет, и это очень неприятно, то есть два таких удара, и в принципе, все хана, третий уровень, это последний, десятый уровень, я вам не буду показывать, потому что там вот, там самый смак, на самом деле, там от первых рефайты, все три босса, и они не так, как тут, что типа, пока ты не убьешь его, новые не полезут, нет, будут еще и враги дополнительно летать, вот, и получается у вас ограниченное время, чтобы убить этого босса, пока новый не прилетел, потому что с двумя сражатся, вы понимаете, это уже приятного мало, но в принципе, не знаю, с первым боссом, становилось, ну, успеваешь убить его, потом просто добиваешь волн, вот эти, минимальные, которые на тебя летят, а вот с третьим, надо успевать, плюс-минус, всего еще успеть, убить, ну, так вот, как-то вот так, надеюсь, вам понравилось видео, на самом деле, думал, оно выйдет минут на 15, а тут прям, полноценный выпуск, блин, на час, спасибо, если вы умудрились это досмотреть, лайкайте, комментируйте, комментируйте, еще раз комментируйте, всегда интересно почитать ваше мнение, поиграете тоже, если вдруг поиграете, захотите, то напишите мнение, как играется, да, вы будете бомбить, и того, что очень неудобно летать, но, вот, сразу покажу, такой, пьем просто, которым нужно пользоваться, если бы был бы в СД, было бы, ну, очень просто, слишком просто, вот, я понимаю людей, которым не нравится это управление, мне уже некоторые сказали, но, в этом-то и самая фишка, они говорят, типа, нельзя лететь, да, и стрелять, потому что стреляешь, прямо, куда летишь, да, но можно же разогнаться, и вот так вот стрелять, и враги в тебя тоже попадать не будут, и ты достаточно хорошо будешь справляться, так что, как-то так, на этом все, лайкайте еще раз, комментируйте, подписывайтесь, с вами был Алекс Трага, всем пока,